Всем добрый день! Вас приветствует компания Тепло без газа. Сегодня мы рассмотрим на практике такое важное средство для эксплуатации любого твердотопного котла, камина, печки, которая позволяет держать наш теплообменник, наш котел, наш дымоход в чистоте. А это, собственно говоря, благополучие и правильная работа данного устройства, максимальное КПД, минимальный расход топлива. Для этого мы рекомендуем применять польское средство, катализатор сжигания сажи, марки SPALSAGE, ECO+. Данное средство производится в такой килограммовой упаковке, либо полиэтиленовая упаковка, либо вот такая пластиковая банка. Килограмм тут, килограмм тут. Также есть аналогичные средства удалителей сажи, вот, например, литовского производства фирмы HANZO. Принцип действия этих средств одинаковый, то есть они при добавлении порционно в предозагрузке топлива вами в котел, они делают так, что сажа, это катализатор сжигания сажи. Сажа меньше образуется, как результат она меньше загрязняет вам дымоход, меньше загрязняет вам котел. Вы держите все в чистоте и порядке. Можно даже своего рода такую аналогию провести. Вот если мы хотим, чтобы наши зубы были чистыми и меньше обращаться к врачам, их лечить, нужно чистить зубы. То есть это зубная паста нашего котла. Чтобы реже нужно было чистить зубы, мы используем SPALSAGE. Чистый теплообменник – это нормальная работа котла, это максимальное КПД. Это очень важно. Теперь конкретно мы рассмотрим, как он применяется. И, собственно говоря, на практике конкретного объекта дома покажем, как его использовать. Для данного примера мы покажем дом 150 квадратных метров, в котором установлен твердотопливный котел перолезного типа, 15-киловаттный, марки «Экот». В нем данное средство уже эксплуатируется больше года и, в принципе, показывает весьма хорошие результаты. Каким образом загружается оно в котел? Значит, при догрузке топлива открывается загрузочный бункер и мы догружаем необходимую порцию топлива. В данном случае в котле порция топлива где-то около 20 кг дров. Соответственно, данного средства, пропорция, кстати, использования написана на упаковке, здесь четко указано, какое, соответственно, нужно количество, сколько грамм, или чайных, или столовых ложек данного средства при нужной порции. То есть, например, на 10 кг используется 2 столовых ложки топлива. Мы загрузили топливо. Дальше мы берем порционно необходимое количество средств и загружаем вот такую лодочку, так очень удобно, в огонь, чтобы не опечь руки. Средство должно находиться именно вверху огня, то есть, чтобы оно максимально горело и давало эффект. Закрываем загрузочный люк и, соответственно, топливо начинает гореть. Открываем, вот в нашем случае, это шибер заслонку и включаем турбину, чтобы турбина начала надув топливо. Вот. Горение происходит. Как результат, мы можем наблюдать такой достаточно млечного типа белеса и такой дым. Кстати, мы можем сейчас показать этот дым, открыть люк, да? Вот. Вот средство, когда начинает гореть, дым такой появляется с синеватой, зеленой такой дымкой. То есть, средство начинает действовать. То есть, оно придает правильному горению, меньше теплообменник засоряет и все остальное. Вот. Вот, вот здесь. О, вот. Вот. Обратите внимание. Разгорается топливо, сполсаж начинает действовать. А теперь давайте спросим хозяйку, как давно вы применяете данное средство? Ну, мы уже его используем где-то на протяжении года, и это очень удобно. Проблем, которых нет, мы уже при каждой загрузке, а, возможно, через раз можем ее применять. То есть, очень удобно, можем и дрова использовать разного типа, не только там такие, чи дубовые, чи акации, чи все. Вот, например, когда погода такая не очень, скажем, ну, плюс-минус великий, то мы используем и оконные рами. Ну, все, что есть под рукой, например, сегодня у нас плюс-два, ну, минус-три, там плюс-минус. У нас вот такие, мы используем такие дрова, и очень удобно, держится до 4-х годин, а когда используем дрова, например, або сосну, то это до 6-ти годин. А если используем дубовую акацию, то это уже такие морозы, уже где-то 10, там, за 10 и до 20, то там уже на 8 годин хватает, и буквально этого средства нам хватает. Дуже-дуже надовго, скажем так. Как часто вам доводится чистый теплообминник, димоход? Ну, как? Только вот, если с этим способом, то... Майже не чистым, скажем так. Только уже в конце сезона, або на начале, для того, чтобы уже, когда начинаем пользоваться этим котлом. Зрозуміло. Дуже дякую вам за ваш досвід. Значит, детальнейшее описание... Дякую вам за ваш засіб. Дякую, будь ласка. Детальнее описание до данной речовины вы увидите в ссылке до этого видео. Там же и будет ссылка на сайт по его продвину. Будь ласка, всем хороших свят! Дякую.